Шалом, дорогая семья, я хочу свидетельствовать о славе Божьей, свидетельствовать о том, как Господь помог мне принять исцеление моего зрения. Очень много лет назад, где-то когда мне было 40 лет, чуть больше, я уже ходила в очках, у меня было зрение уже плюс 2, потом через несколько лет уже было зрение плюс 4, сейчас мне 67 год, и я уже привыкла, что я читала в очках все время. И когда я съездила на школу Еноха сначала, я приняла действительно огонь такой, огонь Духа Святого через это служение, что потом, когда я вернулась сюда в Минск, вся моя жизнь действительно изменилась настолько, у меня просто накрыла меня страсть внутри, страсть по Богу. Я просто ничего мне не хотелось, ничего, кроме молитвы, чтения Библии, молитвы. Я по откровению поехала в Москву, потому что когда я вернулась из Украины, дочка моя живет там, Бог проводил нас там через сильные очень страдания, то есть у дочери был рак шейки матки, и я когда вернулась в Минск, то я не могла спать вообще. И Господь так вот как-то меня привел, я увидела, как молится на языках вот это служение, молитвы на языках пастыря Михаэля. И я поняла просто, когда я включала, когда он молился на языках, и я засыпала. У меня была бессонница очень долго, несколько месяцев после возвращения из Украины. И вот когда я засыпала, когда он пел, такое ощущение, что меня укачивает Господь, убаюкивает, и я просто засыпала. Я поняла, что мне нужно найти это служение, где проходит Москве. И потом высветилась вот эта школа Еноха. Я записала, зарегистрировалась, поехала, через три дня вернулась я. Я просто вернулась, никто меня не узнавал, потому что я сама понимала, что у меня единственная мысль, и все мои мысли были только, только о Боге. И я никогда так не молилась, никогда так не пребывала в слове, в молитве раньше. И я просто, понимаете, поняла, что я приняла эту страсть по Богу. И вот недавно, сначала, когда еще несколько, сколько-то дней назад было служение, школа онлайн была, отцовское изобилие, я слушала эту школу. И дальше Господь просто вел меня вот в этой силе Божьей любви, потому что я не могла уже, не могла уже, чтобы не быть в тайной комнате, я часами, Господь побуждал меня часами молиться. Я вдова, и Господь мне показал этот стих из Библии, что истинная вдовица одинокая надеется на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и ночь. И Бог меня побуждал день и ночь молиться. Я молилась, 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 и вот стала участвовать в этом, в онлайн-школах, то есть смотреть эти онлайн-школы. И я просто поняла, что вот эта страсть по Богу, она просто стала гореть внутри меня, вот эта жажда. То есть я поняла, что через это служение, через служение в Духе Святом Михаила Шагаса переходит внутрь тебя страсть, вот эта истинная страсть по Богу, вот жажда по нему. И понимаете, вот я когда уже онлайн-школу вторую вот эту смотрела, которая вчера была, которая три дня вот эти была, и я просто действительно окунулась вот во славу Божию и просто принимала верой все, что Дух Святой говорил через пастыря. И я просто поняла, что мне нужно сверхъестественно принимать верой все, что делает Господь. И просто я ничего такого не ощущала физически, но когда утром я встала сегодня, я полночи молилась, как Господь побуждает молиться, Господь напоминает, что это домашнее задание, которое говорил пастырь Михаил, он говорил, что 10 минут, каждый час молиться на языках. А меня вот просто взорвала эта молитва, и я полночи молилась на языках, а утром проснулась и начала читать Библию, и не могла найти очки свои. И я говорю квартиранту своему, спросила его, ты не знаешь, где мои очки? И как-то не могла найти очки, и так посмотрела, и говорю, Сережа, я же без очков читаю, сказала квартиранту. Потом стала смотреть, прекрасно вижу, а у меня зрение было уже плюс 5. То есть когда-то там с 40 лет, и вот мне сейчас 67, и уже было плюс 5. И я просто смотрела, и знаете, я говорю, Господь, Господь, я вижу! И стала читать, читать громко, читать Евангелие стало громко, и просто поняла, что вот эта атмосфера славы Божьей, которая вот просто захватила меня в Духе Святом через онлайн-школу, Оно даже как пастырь Михаил говорил, вы пребывайте в этом, Господь расширяет ваши сердца, чтобы сердце ваше было расширенное, не откликайтесь, молитесь и пребывайте в этом помазании Духа Святого. И я просто молилась, молилась, молилась непрестанно. Продолжение следует...